всем привет приветульки всем всем приятного дня вот решил сегодня уже поснимать немного абрикос потому что падают вот видите падают и гниют и прям уже на дереве подгнивают абрикоски вот немного вооружился и лестницей он их там уже хватает как у меня получится не знаю но потому как абрикоса у нас дерево старое очень высокая буду стараться сейчас ползать карабкаться снимать ну уж как получится так сниму так что сразу извиняюсь за качество и за ракурсы непрофессиональное спасибо всем кто нас смотрит несмотря ни на что не забывайте колокольчики просмотры лайки ну и комментарии советы и пожелания поехали полез я наверх так всем привет уважаемые подписчики гости друзья канала дача мечты вот вылез я не знаю впервые за сколько лет на высоту такую метра 3-4 на нашу самую огромную и древнюю абрикосу потому как уже падают абрикоски жалко вот смотрите сколько их здесь созрело мы решили вот портится даже видите жалко мы решили что я полезу мы всех порешали и я полез вот так что сейчас будем собирать урожай сколько получится все будет наше вот так вот впервые с такой высоты с дерева я умудрился с собой взять телефон и снимаю все кто хочет меня поддержать на такой высоте давайте лайки просмотры надеюсь на вас надеюсь это видео уже хотя бы полсотни соберет просмотров а друзья давайте колокольчики лайки просмотры комментарии поддержите не совсем юного дачника надеюсь на вас и абрикоска тоже и так родненький дача мечты абрикосовый рай всем привет начали мы сегодня с абрикос я уже говорил влазил я на 5 метровую высоту у нас огромная старая абрикоса жалкою в этом году осенью будем ее подрезать конкретно потому что не убрать нормально падают портятся гниют она уже не справляется будем ее укорачивать в трое наверно даже не вдвое в трое вот сколько успел снять сейчас пойду поливать огород сейчас начнем поливочку вот это все нам нужно сегодня полить вот я проложил шланг и сейчас начнем поливать сейчас начнется поливка об первая вода начинаем мы с тыквы арбуз хозяин огорода вообще воду любит все вся огородина особенно бахчевые и капуста такую жару это супер просто сейчас начнем поливка подрезаем вот 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 Древья польём, всё-всё-всё-всё-всё польём. Буду поливать до темна. Сейчас 4 часа, может, начало 5-го. И пока все 10 соток не полью, не успокоюсь. Так давно не поливали и дождей не было, что много воды уже не будет никак. Даже если залить вообще полностью. Так что поливаем, делаем радугу и радуем всю огородину нашу для будущего урожая. Вон даже свои листки, тыква, попускали, как лопухи висят. Поникла так. Сейчас она воспрямит резко. Солнышко, тепло, плюс влага, красота. Имитируем дождик. Сейчас резко начнёт всё оживать. Листочки распрямляться. Стебельки наливаться соком. Солнышко, тепло. Солнышко, тепло. Солнышко, тепло. Оно. тыква считается неприхотливой житель огорода так что можно плоти вообще залить ее водой полностью она сама разберется сколько и пить когда чего на 2-3 дня можно залить оставить и все и все будет нормально вот так я всегда поливаю каждый удавшийся вечер когда выезжаем и если буквально пару дней не было хороших конкретных дождей я каждый вечер и так поливаю ну а потом все жители нашего огорода сада благодарят своим урожаем начиная от вот этих всех бахчевых кабачков тыкв баклажанчиков перчиков заканчивая огурчиками помидорчиками плодами разными капуста особенно любит клубника несмотря на то что уже не родит надо все равно ее поливать клубнику вплоть до осени поливать нужно регулярно подливать чтобы продолжали укрепляться ее корни основа морковка бурячок забыл сказать тоже обязательно польем сейчас следующим номером будет нашей программы итак друзья дача мечты 20 июля на закате концовочка самого крутого рабочего дня солнце уже практически села так классно отсюда наблюдать не пугайтесь это шум это у нас идут дорожные работы вы не поверите у нас даже дорогу ложат на дачах нас никакая там глухомань у нас крутая дача понятно так что у нас даже на ночь глядя дорогу ложат а так вот крутизна а солнце как садится красиво а я красотища вообще не знаю вам видно не но чуть-чуть поснимаю такой закат стоит дорогого догорает костер мой еще немного надо его завтра раз кочегарить так что у нас вот дорогу делать даже на закате дня красотища небо красивая закат красивый и целое поле сои обалденное поле и невероятный закат вообще класс у нас тут будет скоро трасса скоростная да а почему бы и нет будут рейсовые автобусы проходить мимо нашего захолустья красавчики выстроились тут у нас встречают гостей вдоль забора так что всем приятной ночи засыпайте счастливыми а просыпайтесь довольными с вами была дача мечты встретимся уже 21 июля все добра нич вот и 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 Продолжение следует...